МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги нашего форума. Ну, первое, Красноярский форум подтвердил свою высокую востребованность, интерес к нему, интерес к той проблематике и тематике, к той программе, которую мы планировали. И в мероприятиях форума приняло участие более 5 тысяч участников, более 5 тысяч человек. И проведено более 60 дискуссионных обсуждений, пленарные заседания, панельные дискуссии, круглые столы. А всего мероприятий содержательных прошло в рамках форума более 100. Очень важными были совещания, которые Аркадий Владимирович Дворкович проводил по реализации инвестиционных проектов и здесь, в Красноярском крае, и в Хакасе, и в других сибирских регионах. И таких мероприятий было много. Красноярский форум тоже еще раз подчеркнул, что здесь идет очень содержательный разговор о тех задачах, тех решениях, которые необходимо принимать и государству, и бизнесу, и обществу. И я надеюсь, что, анализируя и обобщая сейчас итоги дискуссии, мы сможем представить подробный и качественный доклад правительства Российской Федерации, и другие государственные институты с теми предложениями, которые, на взгляд экспертов, участников форума, нужно учесть при формировании программы действий правительства, в формировании тех основных государственных политик, которые будут формироваться и приниматься в ближайшее время. Мы также получили запросы от специального представителя президента Российской Федерации по вопросам экологии Сергея Борисовича Иванова, и по результатам обсуждения экологических проблем и тематик тоже подготовим такой доклад специальному представителю и в правительство Российской Федерации. Мы подписали очень важные для Красноярска соглашения и документы по экологическому оздоровлению ситуации в Красноярске со всеми крупными предприятиями. Там конкретные меры технологической модернизации и снижению выбросов мы подписали экологическую хартию, взяв на себя ответственность за то, что мы будем заниматься этим максимально ответственно, профессионально, основательно. И тоже то, что говорилось сейчас на форуме, нам помогает правильно выстроить здесь организационно-управленческую работу. Юлия Урожаева, блок «Человеческий капитал» и «Рынок труда», пожалуйста. Да, спасибо. В моем блоке было три направления – здравоохранение, образование и демография, и занятость, и на удивление во всех этом традиционном социальном блоке было очень много экономики. Я начну со здравоохранения. Мы начали обсуждение с того, что по разным оценкам каждый год увеличение продолжительности жизни дает 3-4% ВВП. И мы дальше стали обсуждать, вот как добиться этого увеличения. И очень интересно, я бы разделила на две категории то, что обсуждалось. Одна категория – это то, что вот можно завтра начать делать. Например, в здравоохранении говорили о том, что диспансеризация уже сделала свое благое дело, но можно переходить на таргетные скрининги, которые стоят 3-4-5 миллиардов, при этом эффект дают именно на работающее население колоссальный с точки зрения раннего выявления и спасения жизни. Говорили также про, как ни странно, термин такой тоже из прошлого – производственная медицина. У нас есть беда, что у нас люди не хотят идти к медицине, и поэтому, в принципе, есть решение, когда медицина идет к людям. Это, в частности, на особых предприятиях очень активно и эффективно используется, дает очень хорошие результаты и позволяет сохранять те навыки, тот человеческий капитал, который человек накапливает как раз к 40-45 годам, и вот в этот момент надо начинать очень активно им заниматься. Но, скажем, на предприятиях Росатома бейджик перестает срабатывать, если человек не прошел соответствующий медосмотр. Если говорить о таких более системных вещах, то, конечно, все ждут с трепетом и с воодушевлением закона о телемедицине, потому что уже разработаны и возможности консультации между врачами, и возможности консультации пациентов, и вот эта самая доступность, то, с чего начинается здравоохранение, можно совершенно на новом уровне решить с помощью телемедицины. И то, о чем уже говорил Алексей, здравоохранение вообще в отрасли социального блока зачастую рассматривается как такая издержка, все время денег, все время больше денег просят. А мы в конце набросали список проектов, по которым у нас есть действительно прорывы, ядерная медицина, клеточные технологии, еще ряд вещей, по которым мы действительно можем быстро начать экспортировать и привлекать сюда людей к нам на лечение. И, конечно, здесь видится, что опять не очень большие вложения и поддержка может превратить здравоохранение из традиционной такой отрасли издержек в точку роста. Экспозиция называется «Цифровые управляемые лекарства». Это диагностические и терапевтические системы нового поколения. Первый продукт – это диагностика рака легких на ранних стадиях по циркулирующим опухолевым клеткам. Наше лекарство управляемое – это прообраз нанороботов. Здесь находятся магнитные наночастицы, которые покрыты золотом, и мы их модифицируем нашими чувствительными молекулами-оптомерами и можем ввести их в организм. И по кровотоку они сами будут локализоваться в тех участках, где какие-то невидимые уже скопления опухолевых клеток образуются. Нашими разработками интересуются люди, и все удивляются, что в Красноярске мы этим занимаемся. Все поднимали вопрос управления, потому что любые изменения, которые происходят, любое новое качество – это всегда вопрос внедрения, вопрос того, как это потом управляется. Потому что если нет управления, то на самом деле какие бы хорошие идеи не были бы, никакого толку и никакого результата здесь не получится. Поэтому задача, и одна из задач этого приоритетного проекта – это придать импульс появлению управленцев нового качества, больших команд качественных управленцев у нас в стране, и там разные сейчас элементы этого приоритетного проекта обсуждаются. Это и создание базы знаний, которая будет помогать людям понимать современные управленческие практики. Это и лучшие примеры, которые есть в нашей стране, чтобы их можно было тиражировать, и люди учились друг у друга. Конечно, создание эффективного механизма работы конкретных компаний с консультационными командами, чтобы здесь люди могли находить друг друга и вырабатывались решения, которые уже где-то применены. Чтобы экономика России росла приличными темпами, более 3% в год, необходимо повышение ее производительности, необходимо повышение ее эффективности. Это невозможно без высококвалифицированной, причем с новыми квалификациями, рабочей силы, без вложений в человеческий капитал, без развития науки. И, пожалуй, это вызов намного более серьезный, поскольку требуется осовременить и систему образования, и науку, с тем, чтобы они отвечали вызовам 21 века. Мы постепенно идем по этому пути, начинаем такие вложения, но еще очень многое предстоит сделать. У нас, несмотря на успехи последних лет, они значительные, продолжительность жизни выросла на 4 года, примерно за последние 10 лет, тем не менее, этот показатель еще далек от уровня ведущих стран. Нам нужно активное долголетие, нужно, чтобы люди жили существенно дольше, причем жили именно активно, работая, получая удовольствие, комфорт от этой жизни, воспитывая следующее поколение людей. Мы уже примерно понимаем, что мы умеем сегодня. Конечно, это сырьевая часть, и мы ведущая сырьевая... То есть сырьевой части отказываться им нет? А зачем отказываться от того, что дает доход, еще будет давать многие годы? Конечно, эта часть сохранится, но нужно, чтобы прирастала новая часть, которой еще нет. Одним из таких новых рынков уже сегодня начинает становиться рынок продовольствия. Наше сельское хозяйство растет опережающими темпами, и экспорт продовольственных товаров тоже растет опережающими темпами. Это для России очень серьезный и важный рынок. Мы его будем продолжать занимать. Потенциал здесь еще очень и очень велик. Но, конечно, не меньшее, может быть, большее значение имеет выпуск высокотехнологичной продукции. У нас в последние годы есть успехи на таком специфическом рынке, как рынок вооружений. Ядерные технологии, мирный атом. Мы строим очень много ядерных блоков, атомных блоков по всему миру. Это огромный успех. Но выпуск современной гражданской продукции не менее важен. Горно-химический комбинат представляет ряд изобретений. Это способ обращения с отработавшим ядерным топливом реакторных установок РБМК-1000. Он в себя вобрал 4 изобретения. Данные 4 изобретения были в этом году на Женевской выставке, салоне изобретений и инноваций, высоко оцененный Международным бюро экспертов. Была получена золотая награда и 3 серебряных. Новый революционный эко-проект, настоящий эко-проект возле Красноярска. Микрорайон «Живем». Близко от города, но при этом свежий воздух. Красивые дома, четырехэтажные. Небольшая плотность, достаточное обеспечение парковочными местами. Центральная площадь, свой детский садик, школа и, конечно, очень красивый парк. По расположению наш мигород находится в Солонцах. Мы здесь не продаем квартиры, мы просто представляем то, как можно в Красноярске построить очень комфортно для людей, городской комфорт, но при этом обеспечивать свежий воздух. Мебель, гипсовые элементы, лепнины, литье, ковка. Все, что вы видите, все произведено в городе Красноярске. Все производство местное. Частное государственное партнерство состоялся. Мы подписали соглашение с правительством края на строительство автодороги на участке Мотыгино-Широкий лог. В отрезке паромная переправа поселок Стрелка до Кулакова в асфальтном покрытии, 59 километров. Этот проект состоялся. Я, пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность правительству края, Виктору Александровичу Толоконскому, за такое отношение к бизнесменам и к бизнесу. Я убежден, что для большинства участников форума очень важна вот эта концентрация идей, мысли. Мы обновляем свое сознание. Большинство людей все равно выходят из дискуссионных аудиторий с какими-то новыми планами. Все равно мы узнаем много нового. Видим очень интересных людей. Формируются контакты. Этого нельзя получить в другом формате, без такой концентрации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова